Добрый день! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Павел Танин и в этом выпуске. Подозрения во взяточестве в отношении главы Усть-Майского района возбудили уголовное дело. Соболеваемость растет в нескольких школах Якутска. Объявили карантин. Отопительный сезон проходит спокойно. В Олегминском районе появляется все больше новых котельных. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Усть-Майского района. Юрия Боярского подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас на месте работают сотрудники ФСБ и МВД республики. Возбуждено уголовное дело в отношении главы Усть-Майского района по признакам состава преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Получение взятки в особо крупном размере. Следователями и сотрудниками следственной оперативной группы в настоящее время осуществляются неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается. В Якутии увеличивается количество заболевших ОРВИ и гриппом. За неделю симптомами в больнице обратились больше 6 тысяч человек. В основном это дети до 14 лет, они составляют 80% от общего числа заболевших. В Якутске на карантин закрыли 13 классов в 7 школах. Согласно приказу управления образования города, 20% из числа учащихся в классе заболевают, то в нем объявляют карантин. Всего же из числа заболевших ОРВИ 80% приходится на детей до 14 лет. По состоянию на сегодняшнее число, число заболевших в городе Якутске составляет 3132 учащихся. Объявлен карантин в 13 классах в 7 школах города Якутска. Администрация Мирненского района продолжает отчитываться перед населением о работе в прошлом году. Встречи уже прошли в Татсюряхе, Чернышевском, Рылахе, Алмазном и Светлом. В эти дни отчет проходит в поселке Айхал. Оттуда передает наш корреспондент Евгений Тайтонов. Администрация Мирненского района на данный момент находится в поселке Айхал с отчетом по итогам работы за 2017 год. В целом, как отметил глава района Рашид Юзмухаметов, прошлый год можно оценить как положительный, кроме августовской трагедии на руднике Мир, который унес 8 жизней. И на этом руднике, к слову, добывалось 10% всех алмазов компании Алроса. После ее закрытия начался убыль населения города Мирный. А что касается планов района на этот год, то это постройка детского технопарка и начало строительства дворца детского творчества в городе Мирный. И строительство школы на 275 мест в поселке Алмазный. Также глава района отметил, что до 2030 года не планируется проложение круглогодичной дороги с города Мирный до Усть-Куйги, Иркутской области, в федеральной дороге Вилюй. Помимо этого, Рашид Юзмухаметов сказал, что в поселке Аяха в ближайшее время не планируется постройка новых объектов, так как в поселке есть все необходимое и нужно только их развивать. А уже после обеда администрация района выйдет с отчетом в город удачный. С сюрпризами отопительный сезон раньше проходил в Алёкминском районе, но в последние годы в этом вопросе все стало стабильно. Помогла районная программа развития ЖКХ. Сегодня новыми или реконструированными котельными обеспечена большая часть населенных пунктов муниципалитета. Подробности далее. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в населенных пунктах – районная программа, благодаря которой в Алёкминском районе отстроено порядка 20 объектов, каждый из которых не только заменил обветшавшие, но и позволил иметь дополнительный ресурс. Мощность 1,8 мегаватт дает возможность в дальнейшем выйти на более широкую сеть подключенных объектов. В селе Заречном, где недавно введена новая котельная, теперь есть возможность спокойно перевезти и уже имеющиеся социальные объекты, и планировать строительство новых. Мощности хватит. Это у нас муниципальное образование, это заказчиками является, мы им по соглашению их, ну, как бы, бюджета района направляем, как бы, средства, и если есть, например, где-то организации еще ресурсно-направляющие, они тоже добавляют, ну, как правило, в основном, это бюджет моего, бюджет этого района. И, ну, ежегодно 4-5 котелей мы, получается, строим. Не менее важно и то, что таким образом проводится оптимизация. Раньше в том же Заречном котельных было 3. В других селах и поболее – ведомственные. Проще в такой котельном работать? Ну, да, конечно, проще. А чем, вроде, те же дрова? Тут расход меньше. Второй этап программы – строительство теплосетей. Конечно, затраты большие, если вот так вот смотреть, вот, например, Кудокёли, да, Кендигир – это почти 260 километров. Вот, соответственно, это и завоз материалов, ну, само организация строительства, конечно, это дорогостоящее. Есть ближние наслега, там более дешевле обходятся. Но, тем не менее, это необходимые затраты для жизненноеспечения самого наслега. Перспектива для наслегов, несомненно, в том же Заречном в плане строительства еще одного дома для молодых специалистов. Готова площадка под новую школу. А если в планах подключения жилого сектора, есть и такая возможность. На Чукотке готовится вывести из эксплуатации атомную электростанцию. В связи с этим соседний регион заключил договор с Якутией об изменении в подаче электроэнергии. Он касается Нижнеколымского района, который получает электроэнергию в том числе от этой станции. Первый блок объекта отключат в 2019 году. Полностью АЭС прекратит подачу электричества в 2021. Просто они поставили известно, что вот практически надо уже принимать решение для устойчивого энергообеспечения у нас райцентра поселка Чешский, который подпитывается именно от атомной станции. Но сегодня, вчера, во время, когда они прилетели, у нас практически вчера уже отключили свет. Это опять произошло на ЛЭП-110, это высоковольтная линия Бибина-Чешский, авария. И час десять мы были без света. Сейчас работаем на резервном источнике Сахаэнерго, Нижнеколымских РЭС, Сахаэнерго. То, что было вот это совещание, оно подталкивало наши структуры, там, скажем, ведомственные, для принятия серьезного и быстрого решения. Кровать поможет быстрее пойти на поправку пострадавшим от ожоговых и холодовых травм. Компания Якутск Энерго приобрела новое оборудование для Центра экстренной помощи. О свойствах новинки и ее практической пользе расскажет Любовь Васильева. Противоожоговая кровать входит в табель оснащения высокотехнологической медицинской помощи. Может быть использована и для лечения пострадавших от холодовых травм. Новая импортная модель кровати очень удобна и проста в управлении. Легко передвигается, в ней автоматически регулируется высота, что очень важно для медперсонала. Специалистам есть чем сравнивать. Ранее в отделении стояли кровати еще советского производства. Ими было трудно пользоваться, а врачи выполняли все функции вручную. Когда у пострадавшего человека нет кустового кожного покрова, вы сами понимаете, что даже человек, когда обжигает пальчик, больно. А вот тут представьте поверхность полностью тела. Не то, что двигаться, а бывает лежать просто на твердой кровати больно. Кровать создает специальные условия, имеет специальный наполнитель, стеклянные микросферы, которые под давлением воздуха, они создают такое, как состояние невосемости. Пациент находится как бы в облаке. Плюсов у новой кровати много. Имеет обеззараживающую функцию – съемный управляемый блок, а это необходимо при транспортировке и ремонте. Кровать вместе с наполнителем весит более тонны. Все специалисты ожогового отделения прошли обучение по использованию медицинского оборудования. Начинает циркулировать вот такой песочек, он сделан из шариков стекла, мелкий-мелкий, для того, чтобы... Он мягкий становится, как на воздушной подушке пациент лежит. И меньше соприкосновения и давления на ожоговые поверхности, на ожоговые раны. Такие кровати имеют далеко не все ожоговые центры страны. В этом году республиканское отделение реорганизует центр термических травм. И такой подарок оказался весьма кстати. Кровать производства Нидерланды, она стоит более 4 миллионов, одна кровать. И мы очень рады за то, что нам помогла организация выкупить, потому что в медицине не всегда хватает средств, чтобы мы соответствовали всем требованиям. И, конечно, большое спасибо компании Якута Нерго от будущих пациентов, которые будут лечиться у нас. Ожоговое отделение – единственное медицинское учреждение в республике, оказывающее помощь по данному направлению. Пострадавшие поступают со всех районов. Новое оборудование позволит создать все условия для пациентов с обширными ожогами и обморожениями. Любовь Васильева, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск. Редакция радиостанции «Алмазный край» стала победителем в одной из номинаций конкурса от Федерации профсоюзов республики. Редактор проекта «Коллективный договор» лично получила награду в Якутске. О том, как далась эта победа, расскажут наши коллеги. Эту девушку зрители знают как диктора информационной программы «Панорама». Два раза в неделю Татьяна Тестова появляется на экране, чтобы рассказать зрителям последние новости Алмазной провинции. Подробное расписание фестиваля можно найти на сайте вестник.алдроса.ру Но это не все. Татьянин голос еще и каждое утро звучит на волнах радио 102 и 4FM. Именно здесь, на радио, в проекте «Коллективный договор» она с коллегами еженедельно рассказывает об особенностях одноименного документа. Кто имеет право на проезд или на льготную выдачу путевки в санаторий и так далее? Кто имеет право и в каком порядке право на, допустим, если вы покидаете район Крайнего Севера, на переезд? И что вам при этом должно оплачиваться, а что не должно? Этот проект отметили в Федерации профсоюзов Якутии. В рамках конкурса журналистов за лучшее освещение профсоюзной тематики нашим коллегам досталось первое место в номинации «Профсоюз помог». О своих заслугах Татьяна рассказывает неохотно. Все больше говорит... Эта награда, это, конечно, награда всего нашего коллектива, дружного коллектива, который работал над этим проектом. В столицу Якутии из Мирного можно добраться на самолете, но в тот день рейсов не оказалось, поэтому Татьяне пришлось преодолевать расстояние на автомобиле. Кстати сказать, в пути случилась поломка, но тем ценнее оказалась заслуженная награда. Ксения Исламова, Татьяна Тестова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». А вот о чем мы расскажем в вечернем выпуске новостей сегодня в 20.44. Множество проверок и новых законов и отсутствие поддержки. Почему таксисты в Алданском районе уходят в теневой бизнес и перевозят пассажиров нелегально? Заболеваемость растет. Больше 6 тысяч человек в Якутии заболели гриппом и ОРВИН. Таков прогноз по эпидобстановке в республике. Проект «Нанук», над которым работали в том числе и якутияне, отобран в основную программу Международного кинофестиваля «Берлинали». Таковы главные новости к этому часу. Еще больше актуальной информации всегда можете найти на информационном портале nvk.defis.online.ru Хорошего вам дня и до встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok